Мы находимся с вами в том месте, где, скорее всего, все начиналось, куда, наверное, пребывала княгиня Ольга. И вот этот храм, самый древний храм, к сожалению, не полностью сохранившийся, благовещенская церковь наша. Но вот мы видим старую кладку. Это кладка XII века. И кладка византийская. Казалось бы, откуда у нас византийские мастера? Дело в том, что наше полоцкое княжество, в состав которого входил Витякс, княжество было очень мощное. И оно, можно сказать, так, постоянно конфликтовало с Киевским, с Новгородским. Потому что сражались за Волоки, за владение частью реки, по которой шли большие пути, в том числе и Зваряг в Греки. То есть шло очень много кораблей, с них собиралось дать. То есть это было, конечно, выгодно. Так вот, после одной из побед киевские князья сослали всю мужскую часть нашей княжеской семьи, сослали в ссылку в Византию. И когда через 10 лет, это уже было в 1139 году, они возвращались в ссылки, то они привезли с собой византийских мастеров. И именно они построили вот эту вот нашу Благовещенскую церковь. И мы видим плинфу, да, вот это вот красные вот эти вот кирпичи. Ну, вы представляете примерно размеры нынешних кирпичей. А плинфа была примерно размером, вот с лист такой вот кирпичарный. И видите, она гораздо тоньше. Ну, вообще считается, что находилось такое производство плинфы, вот там, где у нас сейчас пирамида. Значит, оттуда везли на телегах. Ну, и вот говорят, что когда сбрасывали эти телеги, ну, если хотя бы одна из этой вот плинфы разбивалась, то браковалась вся партия. Ну, говорят, что случалось это редко, и что когда сбрасывалась эта плинфа, она просто гудела. Вот настолько был действительно вот этот вот раствор, да, благодаря которому, наверное, и устояла вот эта вот часть храма. Значит, ну, и этот храм, да, первоначально он выглядел примерно вот так. Значит, дело в том, почему я говорю первоначально, что потом, когда у нас, мы уже с вами говорили об униатах, да, что у нас стали католики, и вот передали католической церкви, и вот, посмотрите, совершенно неусловаемая наша с вами благовещенская церковь, вот она. Видите? Дело в том, что когда ее передали католикам уже, значит, там должны быть башни в католических храмах, да, и тогда вот ее убрали вот эти вот купол, закругления, и она стала вот такой. Значит, после присоединения к России, уже в 19 веке униаты присоединяются к православной церкви, то есть храм опять становится православным, и ему тогда возвращают вот примерно вот такой облик. Значит, ну, и в таком виде она была у нас до Великой Отечественной войны. Во время войны, вы же знаете, город был очень сильно разрушен, в том числе пострадал и этот храм. Великой Отечественной войны